Всем привет, ребят, с вами Старванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен игровой тематике. Вы меня просили под предыдущим игровым видеороликом, чтобы я потестировал замечательную рельсу с крупнокалиберкой. Я, конечно, не профессиональный рельсовод, а больше коробешник на данной замечательной пушечке, но я думаю, что уж из восьми танков-то я в кого-нибудь попаду с этой замечательной рельсы, поэтому сегодня тестируем викинга рельсу с крупнокалиберкой, с бустером. Посмотрим, что она из себя на данный период времени представляет. Вроде как я по вооружению всё правильно одел, всё правильно одел, ну и поэтому пойдём сейчас скатаем. Я думаю, что две каточки, одну в контроле точек, вторую в командном бою. Думаю, что эти два режима отлично подойдут для реализации данного вооружения. Ну и там уже посмотрим, на что способно в сейчасшних реалиях данное замечательное вооружение. Что касаемо первой катки, то он скидает на Брест. По резистам я бы сказал, что мне даже в какой-то мере повезло. Нету столь большого количества резистов. Но есть, конечно, определённый минус данной крупнокалиберки. Это в том, что с бустера максимум вы можете выдать всего лишь одну рельсу с повышенным уроном. То есть с бустером. Все остальные выстрелы ваши уже пойдут как обычный ДДшный выстрел без повышенного урона. Но если, например, этот ДДшный выстрел с повышенным уроном вы будете, например, накидывать по двум, там, например, танкам рельсой сквозной, либо ещё как-то интересно, то, в принципе, реализация такого устройства может работать довольно-таки эффективно. Но если, конечно, вы не будете стрелять вот так вот, как я. То есть если по воздуху стрелять не будете, то, в принципе, всё у вас в этом плане может очень даже эффективно работать. Но я тут, конечно, похоже, уже сейчас нарез полечу. Нам, конечно же, надо ещё эту каточку выиграть, а не обкекаться. Так, 70% овердрайва. Я не знаю, честно говоря, здесь где можно будет этот оверу заюзать. Где-нибудь на какой-нибудь вот такой нижней платформочке. Вот от этой ещё ДДшки тоже можно бы сыграть, наверное. Так, и сейчас куда-нибудь бы, если бы накинуть, было бы. Куда-куда накинуть, куда накинуть. Ладно, давайте на подъеме молодого человека дадим. Трёвечку красивую. Так, ну и по точкам пока что не всё очень хорошо у нас. Противник есть вот здесь. Окей. Ой, ё-моё, зачем я оверк прожал? Что-то я думал, что он не будет на меня агриться и меня пушить. Я спокойнейшим образом накину ему урона. Ну ладно. В принципе, не такой большой процент у меня слетел. Сейчас я только глупо ДДшку прожал. Ну ладно. Постараемся реализовать овердрайв. Как только он мне сейчас он появится. Ну и надо как-то чуть больше контролить точки. Ваншоты залетают очень шикарные. Поэтому всё, что мне нужно делать, это выдавать рельсы не в молоко и реализовывать свой овердрайв. Если овердрайв реализовывать хотя бы там на условных три танка, то я думаю, что это будет очень даже достойно. Два. Два. Вот ещё вот этого. Чем я рельса как бы зажглась, но не пошла. Странно. Ну, такая сериализация, конечно, но здесь я уже больше склонялся к тому, что надо быстро прожать овер и быстро попробовать реализовать. То есть не ждать там какой-то долгий период времени, а попытаться как можно быстрее. Всё это дело прожать. Остаётся 4 минутки до конца катки. Ну и я, в принципе, по точкам, наверное, могу быть доволен. Потому что у нас захват идёт на победочку определённо. Надо только килов ещё давать. И чтобы мне не прилетело пока ничего. 16 килов уже за полбоя. Это очень неплохой показатель. Если ещё бы я бы первый овер в пустую и не просерил, может быть, сейчас бы уже больше в двадцатке было. Неплохо, неплохо. К слову, это вооружение. Молодой человек, который писал в комментариях, сказал, что можно под 40 килов в катках набивать. Ну, с моим, конечно, скиллом на рельсе тут 40 килов, конечно, не будет. Но зато я смогу вот так вот эффектно упасть в минус. Мало кто так умеет. 16 килов. Три минутки. Точки противник у нас позахватывал. И, в принципе, наверное, ничего страшного нет. Если мы сейчас сумеем всё-таки забрать центровую и потом там уже тиммейты разберутся. Времени ещё, в принципе, много. По сути, ничего ещё особо не решается. Но проблема, понятное дело, рельсы это в том, что довольно большое количество резистов от неё есть. Да, есть плюс крупнокалиберки. То, что вы выдаёте довольно большое количество урона. И практически всегда вы всё равно ваншотаете танк. Даже которые будут у вас, например, находиться там с резистом. Но происходят иногда ситуации такие, как вот, например, у меня было только что. Что я даже по резистному танку выдал с бустером рельсу. И всё равно я его не ваншотнул. То есть, он вот прожал на мамонт аптечку. И я его за резист 5 минут не смог никак. Пришлось накидывать, видите, в сумме 3 рельсы по одному танку. И это, ну, довольно-довольно много, да. То есть, по сути, я должен был кидать намного-намного меньше. Да, очень плохой овердрайв, если честно. Очень плохой овердрайв. Прожал в тот же тайминг, что и прожал наш тиммейт. И получилось так, что все киллы он мои позабирал. Хотя там в центре довольно большое количество противников находилось. И я, честно говоря, думал, что у меня получится их запокусить. ДДшка. Вернее, расход к ушлунку, да? Минута 30. Точки вроде как под нашим контролем. И осталось только... Осталось только сейчас все дело проконтролировать. Вере, вандафул. Если Вере, вандафул контроль будет, то как мы явно здесь не проиграем. Минута. Третью точку под контроль точно здесь отправляем. Ой, минус жалко не упал, ведь мог. Ну ладно, его там быстро добивают. Еще одну рельсечку дать. Всего лишь 1500 урона. Это по 50% резисту. По харьку полторы тысячи вылетает. Тут, наверное, еще он с защитником играет. Но мало, очень мало урона. Сейчас было бы неплохо попасть вот там вот хотя бы сквозную. Может даже тройную. Сквозную хотя бы. А, нет, не залетела. Ну ладно. Ну ладно. Плюс еще это рельсы в том, что у вас есть немножечко времени на принятие правильного решения. Из-за того, что она заряжается чуть подольше. Ну, сама именно после того, как нажали пробел. Сама зарядка рельсы идет чуть дольше. Так, ну катку выиграли. Это хорошо. Килов, конечно, я мог набить намного больше. Если бы где-то попадал и чуть лучше реализовывал свою пушку. Ну а так, в общем и целом, 24 килла. Ну, плюс и дэлит, значит 25. Неплохо. Неплохо. В общем и целом, даже при том, что я такой краб на рельсе. 25 киллов. Не на самой крутой карте. С не совсем качественными овердрайвами. Получилось неплохо реализовать. Все-таки рельса с крупнокалиберкой сейчас находится в довольно неплохом балансе. Если бы я на рельсе чуть больше играл, может быть, даже бы и там за 30 очку бы перевалило бы. Но давайте теперь сыграем тдмочку. Посмотрим, что у нас там будет. Что касаемо скаута, то я думаю, что сейчас его использование не совсем крутое. На рельсе все-таки раньше его использовали на постоянной основе именно с Харьком. Из-за того, что Харек давал пробитие на все танки, на респы и на все вообще в целом. Сейчас такой функции нету. Только на видимые танки в определенном поле зрения. Поэтому я думаю, что сейчас на рельсу скаут не столь актуален. И вот, например, как альтернатива взять крупнокалиберку. То есть, да, не дестабилизацию, в которой там урон может быть то большой, то маленький. А здесь как бы на верочку хороший большой урончик. Постоянно там по 3000 накидывать по противнику. Я думаю, что это очень-очень достойное устройство. Вот иногда даже четверочка вылетает. Ну, есть, конечно, здесь немножечко рандома. То есть, может чуть меньше урона выдать. Но, в общем и целом, как бы здесь более такой стабильный урончик. И за счет этого очень большое количество киллов вы можете накидывать. При том раскладе, то, что, как вы видите, уже вот вторую катку игра. Не особо большое количество резистов берут игроки от данного вооружения. К слову, можно было бы... Я думал, что я на тяжелом викинге. Можно было бы еще тяжелый викинг взять, чтобы мне особо прицел бы не сбивали. Потому что там были моменты, где Ишаф вот сбил мне, и Гром сбивал. А с тяжелым викингом все-таки было бы намного комфортнее в этом плане. Ну, ладно, я уже устройство не буду менять. Но это вам как сведения. То есть, вы можете взять условно тяжелый викинг и на нем уже довольно жестко разваливать. Ну, единственное, только, наверное, против хопперов будет тяжело играть вам. А, так, в принципе, на любого другого противника вы можете особо внимания не обращать и просто его жестко чпокать. Ну, вот единственный момент, то, что если только купола какие-то полетят от титанов, там уже, да, там уже потяжелее будет. Тайминг немножко надо выжидать. Так, у меня, кстати, сейчас будет овердрайв. Попробовать надо его реализовать. ДЖ-шка есть. Танки вроде как тоже нормально имеются в простреле. Три, два, три. О, еще и легенду поднял. Нифига себе, друзья. Я даже, честно говоря, не смотрел на легенду. Оказывается, еще и легендочку в игровом видеоролике поднял. Может, тоже в этом плане немножечко меня поздравить. Но я, конечно, сейчас особо на легенду не обращаю внимания. Потому что я уж больше привык к каким-то там юбилейным цифрам смотреть, стремиться. Обычные там легенды вообще. Не смотрю. Не думаю там, какую легенду поднял. Хорошо, на миночке сейчас ловим противника. По киллам, кстати, плоховато идем. Плоховато идем. Это, наверное, больше возможность мне набить побольше киллов. Но, с точки зрения, как бы, команды киллов у нас, ну, очень-очень мало, очень мало. У меня 14, у второго только 3. Есть вероятность того, что мы можем проиграть эту каточку. Но я все-таки буду надеяться на то, что мы ее потянем. Не попал, не успел. 14 киллов. 31-31. Полбоя еще есть. Карта вообще шикарная для викинга-рельцы. Если посмотреть на первую карту, которую у меня кинуло, и вот на эту, то эта карта шикарно подходит. Я считаю, что здесь можно было бы... Здесь это было бы условно цепашечка дать. Ну так киллов сколько? Ну, 35-ку можно было бы воткнуть, наверное. Так, мы уже проигрываем. Мы уже проигрываем. Нас уже чпокают. Уже пишут, что мы изелые. И я еще и промазал. Это, наверное, мне просто шатнуло, да, немножко? Из-за того, что шатнуло корпус, наверное. Кошмарит меня. Тут гаусс. Печально, печально. Килы есть, но... Не тянем. Абсолютно не тянем катку. И это, конечно, плохо. Есть шанс не вытянуть этот боечек. И тогда это будет максимально печально. Блин, ну... Сука. Рельсы сбиваются. И из-за этого, конечно, Габелла приходит. Да, викинг тяжелый был бы намного актуальнее в этом плане. Так, ладно, у нас камбэчное подъезжает. Я смотрю по киллам, вроде как возвращаемся. Это хорошо. Почему мне овердрайв только не дался от диктатора? Мне бы он очень даже помог бы в этом плане. 19 килов. Еще кильчик еще сдать. Он может Титан Купол прожмет. Хорош! Очень четко. Очень четко, что он здесь его проживает. Ай-яй-яй-яй-яй. Только сказал четко и сразу Хантер взял, застопил. Так. Начинаем вести по счету. Не бы овердрайв. Не бы овердрайв. И было бы все шикарно. 9 тысяч с выстрелом. То есть, грубо говоря, можно почти 10 тысяч с бустером дать с одной рельсы с крупной калиберки. Это очень жестко. Серьезно. То есть, здесь тысячи это реально жесткая темочка. Когда такие плюшки залетают в харечку. Больновастенькая. Больновастенькая. Приходится противнику. Так, добавляем. Уже ведем. Хорошо. Есть возможность 25 кило дать. Еще одного. Добавляем. 23. Ну, еще 2 кило дам. Можно даже еще овер успеет накопиться. Так, что противник начинает там накидку. Жесткую. Надо попробовать его респануть. О, найс. Видно 1 кило. 1 кило. 1 кило, 1 кило, 1 кило, 1 кило. Есть, успел. 27 киллов 27 киллов для ТДМки Ну я скажу что это очень достойно При том раскладе что как я уже сказал Я как бы не являюсь супер мега крутым рельсоводом И моя игра На рельсе далека От идеала Если бы это был бы там условно Леня Валиков Он бы я думаю что тут и сороковочку бы в легкую Просто бы давал бы каждый боечек Поэтому друзья что я вам могу сказать Что я вам могу сказать Если вы сейчас играете на этой замечательной пушке То я наверное сделаю Такое серьезное заявление Что на данный период времени Как по мне данное устройство Является лучшим на рельсу И поэтому я вам Советую потестировать Покатать так же как я Например на условной Викинга рельсе с бустером И самим как бы кайфануть Почувствовать данное замечательное вооружение Я думаю что у вас тоже получится Набивать довольно большое количество киллов Плюс сейчас как я уже сказал Матчмекинги почему-то Не так сильно берут Резисты от данной пушки Это конечно только и только в плюс Поэтому всех рельсоводов Могу лишь Поздравить с тем Что у вас есть отличная возможность Поразваливать дешевые кабиночки Поэтому берите Викинга рельсу Ну и нагибайте Я могу поблагодарить того молодого человека За совет Я очевидно Ну плохо конечно отыграл На данном вооружении Но Тот урон и как его можно использовать Это конечно очень-очень достойная темочка Поэтому играйте Нагибайте Наслаждайтесь Я думаю что тут уже не будет никаких нерфов Как у нас там были с магнумами нерфы Поэтому Как-то так Если вам понравился данный видеоролик То обязательно поддержите его лайком Подписка на канал Пишите вооружение Которое вы бы хотели видеть Следующими В видеороликах Я как бы По возможности конечно же Читаю ваше вооружение Есть там молодые люди Которые возмущаются Говорят что я там ничего не читаю Зачем я там это говорю Если все равно никакие вооружения не выбираю Выбираю из того что Вы хотите больше видеть Да то есть там где лайков больше Где комментарии реально Из того вооружения Что например у меня есть Многие пишут там шафта У меня шафта нет У меня есть аккаунт отдельный по шафту И по нему я думаю что тоже в ближайшее время Если хотите тоже видеоролик Будет игрового формата Ну и Следующий игровой видеоролик Выходит как только На этом у нас набирается 150 лайков Если быстро набираете То сразу Сходу В слету Просто залетает Новый Игровой видос У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока